Ирина, привет! Привет! Я много наслышан про тебя. Да ладно. От своего коллектива. Очень многие хвалят, потому что ты их консультируешь, ведешь. Ты сейчас про деньги? Я не только про деньги. Я поняла, что надо выходить за рамки своей структуры. Надо делать это более в широком масштабе, потому что, к сожалению, финансовой грамотности у нас нет и не ожидается в ближайшем будущем. Почему называется проект «Деньги для счастья»? Знаешь? Нет. Потому что я просто убеждена, что денег приходит ровно столько, сколько человеку надо, чтобы он был счастлив. Другое дело, что он может не туда их обратить, либо он не понимает, что для него счастье, он не знает, какие ценности им важны. Поэтому, когда мы это начинаем разбирать, то у человека просто непонятно становится вся эта история. И мне хорошо, потому что, во-первых, мне приятно, что я несу какую-то полезность. А во-вторых, много людей, которые потом проходят через личные консультации, они могут войти в пространство НСП сами, легко и спокойно, потому что, в принципе, они могут много найти чего-то вот именно для счастья своего. Потому что здоровье как ценность важна. Сто процентов. Да. Общение как ценность важно. То есть и самореализация, и личность. То есть, в принципе, разбираясь с темой счастья, люди сами видят. И мне не надо убеждать кого-то, да, или как-то там мотивировать. Если человек не придет, например, в НСП, он все равно получит пользу. Мне это нравится. Я считаю, что это моя какая-то такая миссия. До НСП я работала финансовым директором, и мне очень знакома эта тема. Мне нравится то, что я делаю, я вижу, как это отражается на жизненных людей. Кто начинает делать что-то, потому что это секрет, делает минимальное количество людей. В основном почему-то, ну, вернее, как я знаю, почему, большинство людей принимают это как любую информацию, как теорию. Если превращать в жизнь, то это прилив сил. А если это не превращать, то это потеря энергии потратил время. Вопрос. Ведь я знаю, что это финансовая тема. У многих людей всегда вопрос стоит, это же я должен на чем-то экономить. Просто я знаю вот этих вот, как сказать, финансовых коучей, которые рассказывают на своих лекциях часто, как заработать миллионы или отложить миллион, зарабатывая 20 тысяч рублей. Ну, то есть, которые, по сути, занимаются фигней. Я хочу тебе сказать, что тема инвестиций сегодня вообще такая актуальна, и она настолько вредная. И когда я вижу, что у человека нет за душой ничего, и он занимает деньги, чтобы куда-то какие-то авантюры вкладывать, либо сейчас много сетевых компаний, которые, да, гонорят вот инвестиции. Все инвестиции, бизнес-тренера по криптовалюте. То есть, это нарушение вообще законов денег, потому что вселенная дает деньги на твое счастье. Еще раз, да, повторюсь. Как ты его видишь, да, насколько ты будешь чувствовать, что лично для тебя нужно, хорошо, тогда вот в таком ключе инвестиции – это что? Какая ценность? Ради денег? То есть, получается, деньги ради денег. Как я переключаю у человека мозг с кредитов, да, у кого, например, есть кредиты? Я прошу, чтобы человек написал эту статью «Кредиты» как инвестиции или, еще лучше, финансовую свободу. Понял, понял. Финансовая свобода, и ты будешь, пусть будет у тебя затрата кредит или ипотека, это плата за свободу. Да, безопасность. Очень хорошо. Это совершенно другая идея. И даже назвать, как корабль назовешь, только он и попал. Да, вселенная не даст деньги для того, чтобы ты их отдал. То есть, получается, дайте мне денег, я их тут же отдам. Деньги – это всего лишь ресурс для жизни. Это просто энергия, как здоровье, как время. Так же и деньги. Это энергия. Когда человек понимает, зачем ему деньги, когда он понимает, куда он их тратит, на то, чтобы увеличить благосостояние, то есть не богатство, а благосостояние, то есть состояние своей души, своего тела. Ну и все, с этого все начинается. Ты переключаешь, перепрограммируешь свой мозг, ты убираешь страхи, и ты четко понимаешь, куда двигаться, что делать. Разрешить себе жить. Мне очень нравится такой подход – разрешить себе жить.